Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы открываем новую рубрику «Шедевры классики». В нашем цикле передач мы хотели бы рассказать о прославленных музыкантах, исполнителях и тех людях, которые имеют непосредственное отношение к музыкальному искусству. Сегодняшнюю нашу передачу мы посвящаем выдающемуся итальянскому скрипичному мастеру Антонио Страдивари. 1720 год. Северная Италия. Город Кремона. Площадь Святого Доминика. Раннее утро. Еще пустынные улицы, закрыты оконные ставни. Торговцы открывают двери своих лавок, наполненных разными товарами, кружевами, разноцветными стеклами, мозаикой. Прохожих мало. Женщины в пестрых шалях, с большими корзинами в руках, беззаботно напивающие, водоноски с медными ведрами, подмастерия, торопливо идущие на работу. На крыше длинного узкого трехэтажного дома, на открытой плоской террасе, ярко освещенной солнцем, уже появился высокий худощавый старик в белом кожаном переднике и в белом колпаке мастера. И ранние прохожие кланяются ему и громко приветствуют «Бонжорно, сеньор Антонио». Он служит им часами, точными и неотстающими вот уже 50 лет. Если бы в 6 часов на террасе этого дома вместе с солнцем не появился мастер Антонио, это означало бы, либо время переменилось, либо мастер Антонио болен. И он кивает им в ответ, поклон его важен и снисходителен, потому что он богат и стар. Это небольшая терраса на крыше дома, называемая в Кремоне секкадор, сушение. На кремонском наречии терраса для сушки плодов или белья, любимое место его работы. Здесь он заканчивает, покрывает лаком и сушит свои инструменты. В углу стоит раздвижная лесенка, чтобы спускаться в люк, устроенный в полу, где хранится отборное, испытанное дерево. Вдоль бревенчатой стены террасы протянуты узкие длинные полосы пергамента. Здесь висят блестящие лакированные скрипки, бока их греются на солнце. В соседних домах на таких же точностях террасах сушат белье и плоды, золотистые померанцы, апельсины, лимоны, а на этой террасе вместо плодов сушатся на солнце скрипки. Мастер верит в солнце. Когда солнце льется по блестящему темному дереву его скрипок, ему кажется, что его скрипки зреют. Он сосредоточенно работает час-два, потом спускается в первый этаж. Там его мастерская и лаборатория. Стучат. В дверях стоит толстый человек в почтительной позе. Увидя его, мастер вдруг срывается с места, хватает по пути лежащий на верстаке деревянный брусок и с неожиданной легкостью и быстротой подскакивает к гостю. «Что вы мне такое прислали?» Толстяк отступает. Мастер рассержен, и его важности как не бывало. Он подносит к самому носу толстяка брусок. «Пощупайте», — говорит он. «Да, да, сеньор, пощупайте», — повторяет он, потому что толстый человек уклоняется, и длинными худыми пальцами он хватает руку толстяка и тычет в дерево. И торжествующе смотрит. «Ведь оно твердое, как железо. Оно может только скрипеть. Вы скоро станете присылать мне дерево с пятнами и сучками». Толстяк молчит и ждет. «Вы, вероятно, ошиблись адресом», — ворчит царик, стихая. «Вы хотели послать эту елку гробовщику, потому что это дерево поистине для гроба. Эта елка росла на болоте, а потом вы, вероятно, поджаривали ее на огне, как поджаривают каштаны». И он внезапно успокаивается. «Где другие образцы?» Толстый поставщик не очень сконфожен. Он много лет поставляет мастеру дерево и знает его характер. Он показывает новые образцы. «Вот это редкое дерево, оно из Турции. Где вы его раздобыли?» Тут Толстяк делает значительное выражение и подмигивает мастеру. «Лицо его на этот раз совершенно плутовское. Кораблекрушение», — шепчет он. «И как только я увидел это дерево, я не торгуюсь, купил его, потому что я знаю, сеньор Антонио, какое дерево вам нужно». «А вы по-прежнему ловите эту рыбку?» спрашивает мастер как бы презрительно, но вместе с тем с любопытством. Толстяк конфузливо улыбается и закатывает глаза. «О, сеньор, если бы вы захотели посмотреть, какие жемчуга отдало на этот раз море!» «Не надо мне жемчугов», — говорит Средивари спокойно. А его богатство ходит в кремоне сказки, а он скуп, подозрителен и не любит, когда его считают богатым. Средивари садится за стол и начинает пристально рассматривать дерево. Он измеряет, пробует на ощупь расстояние и выпуклость годовых наслоений, следит глазом по тонким линиям древесины, берет лупу и рассматривает мелкий древесный рисунок. Потом щелкает дерево ногтем, твердым как лопатка, ногтем мастерового, и сразу же быстро подносит к уху, строгает и опять подносит к уху, осторожно постукивая по краям. Точно добивается, чтобы дерево заговорило. Потом направляется в соседнюю комнату. Тяжелая, обитая волоком дверь. Единственная высокая окошка завешана темным полотном. На столах и полках стоят бутыли, прозрачные янтарные, желтые, красные. Густо и остро пахнет мастикой, сандораком и терпентином. Горят небольшие лампочки, греются реторты, колбы. Отдельно на столе стоят весы самых разнообразных размеров. От средних до малых лежат циркули, ножички, пилы, пилки, начиная с грубых до мелких игольчатых. На стенах висят таблицы вычислений, измерений. Ни одной картины, хотя мастер и любит живопись. Картины висят в жилых комнатах мастера. Там после работы его глаза будут отдыхать на ясных, спокойных линиях и мягких красках. А здесь рабочий час. Он строг даже к самому себе. Перед ним на столе какие-то торопливые отметки, словечки, кривые линии. Доступ в эту комнату закрыт для всех. Сюда никто не допускается, даже ученики. В этой комнате мастер хранит и прячет от любопытных глаз свои секреты, секреты лака, которым покрывает скрепки. Целыми ночами работает он среди едких запахов, смотрит на скудный свет лампочек, золотую и темно-оранжевую жидкость в пробирках и колбах, испытывает ее эластичность, прозрачность и матовость. И так целыми часами. Потом слегка поднимает штору в высоком окошке. Свет врывается в комнату. «А, — говорит мастер, — уже утро». И он прекращает работу, тушит свет, выходит, запирает дверь на тяжелые засовы, подозрительно прислушивается. Над составами лаков мастер трудится всю жизнь. Одним составом он пропитывает дерево, и это улучшает звук. Другой он накладывает вторым слоем, и инструмент приобретает блеск и красоту. Его скрепки то золотистые, то светло-коричневые, и вот теперь, к концу его жизни, темно-красные. Никто не знает его секретов. Днем он здесь редко бывает. Вот почему толстый человек, который принес дерево, жадно вглядывается, когда на миг открывается дверь в эту пещеру, это логово мастера. Но нет, в комнате мрак, занавеска спущена. Страдивария опускает дерево в чан, с сильно пахнущей жидкостью, ждет. Вынув, долго и внимательно смотрит на невидимые прежде и ставшие заметными извилистые тончайшие прожилки. Лицо его начинает проясняться. Он любовно поглаживает влажное дерево рукой и возвращается в мастерскую. Уже собрались ученики. Среди них сыновья мастера, его помощники, Амабона и Франческо, с хмурыми, еще заспанными лицами. Они в полголоса разговаривают. Заслышав быстрые и широкие шаги отца, каждый подходит к своему верстаку и слишком внимательно и поспешно над ним наклоняется. Страдивария выходит оживленный. Вот это то, что мне нужно. Это дерево будет петь. Вы слышите? Оно поет. Франческо, позвал он своего старшего сына. Пойди сюда, сынок, послушай. Франческо с робким видом ученика подошел к отцу. Старик приложил бруслов к плечу, как будто бы это была скрипка, и стал осторожно постукивать концом смычка, внимательно прислушиваясь к звуку и наблюдая за лицом сына. Ученики смотрели восторженно и раболепно. Да, вот такого мастера стоит работать. Этот сухопарый ворчон старик знает дело. Дерево в его руках, как будто само оживает. О, как трудна жизнь в мастерской Антонио Страдивари. Беда ученику, опоздавшему хоть на минуту, хоть однажды забывшему указание мастера. Он груб, строг и предельчив. Он заставляет начинать с изного работу, уже доведенную до конца, если какая-нибудь маленькая деталь придется ему не по вкусу. Но жизнь в других мастерских, может быть, и более легкая, их не привлекает. Они понимают, как многому могут здесь научиться. Только у наследников мастера, его помощников Амабона и Франческо, бегают в глаза, не то от зависти, не то от недоумения. Отчего так поют его скрипки? Отчего он умеет выбирать из сотни брусков один? Почему они оба работают уже не над первой скрипкой? И дерево тоже, что у отца, одинаковые размеры и форма, как будто с виду не отличишь от отцовских. Но лишь прикоснешься с мычком, все ясно, а звук их скрипок глуше, деревяннее. Отчего отец не расскажет им своих секретов? Отчего не позволяет заходить в его лабораторию, где проводит ночи? Ведь он уже стар, ведь он уже не молод, не унесет же он с собой в могилу и секреты лака, и капризные цифры своих измерений. И злость отражается в их глазах, мешает сосредоточиться и работать. Вы можете идти, обращается в цадивари, поставщику. Приготовьте еще клен для нижних дек. И вдруг добавляет, когда толстяк уже на пороге. А жемчуга принесите, я посмотрю. Если недорого, может быть и куплю. Цадивари направляется к своему верстаку. Все принимаются за прерванную работу. Через всю комнату мастерской с длинными рядами протянута прерванка. К ней подвешены повернутые то спинками, то бочками скрипки, виолы. Выделяются своими широкими деками виолончели. За ближайшим верстаком работают Амабона и Франческо. Немного поодаль любимые ученики мастера Карло Бергунци и Лоренцо Гвадонини. Им поручает мастер ответственные работы над деками, распределение толщин, вырезку эфов. Остальные заняты тем, что приготовляют дерево для обечаек, выстругивая прикрепленную одной стороной к верстаку пластинку или занимаются сгибанием обечаек, нагревают в большой печке железный инструмент и начинают сгибать им пластинку, погружая ее по нескольку раз в воду. Другие строгают фуганком пружину или душку, учатся рисовать очертания скрипок, изготовляют грифы, вырезают подставки. Некоторые заняты починкой старых инструментов. Садивари работает молча и с подлобью наблюдается своими учениками. Иногда его глаза с грустью останавливаются на хмурых и угрюмых лицах сыновей. Звенят тонкие молотки, бежат легкие напильники, перемежаясь со звуками скрипки. У окна толпятся босоногие мальчишки. Их привлекают звуки, доносящиеся из мастерской, то визгливые и резко дребезжающие, то внезапно тихие и мелодичные. Они стоят, раскрыв арты, с жадностью заглядывая в окно. Мерный ход пилок и тонкий молоточек, бьющие равномерно, завораживают их. Потом им сразу становится скучно, и шумя, прыгая и кувыркаясь, они расходятся и запевают песенку всех лацароний, уличных мальчишек-кремоний. Старый мастер сидит у большого окна. Он поднимает голову, прислушивается. Мальчишки разбрелись. Только один все поет и поет. Вот такой чистоты и прозрачности должны мы достигнуть, говорит он, обращаясь к своим ученикам. Антонио Страдивари родился в 1644 году в маленьком городке близ Кремоне. Его родители жили раньше в Кремоне. Страшная чума, начавшаяся в Южной Италии, переходила с места на место, захватывая все новые области и докатилась до Кремоны. Город опустил, улицы обезлюдили, жители бежали, куда глаза глядят. Среди них были и Страдивари, отец и мать Антонио. Они бежали из Кремоны в небольшой городок поблизости, вернее село, и больше в Кремону не возвращались. Там, в селе, близ Кремоны, прошло детство Антонио. Отец его был обедневший аристократ. Он был человек гордый, скупой, нелюдимый, любил вспоминать историю своего рода. Отцовский дом и малый городок быстро надоели молодому Антонио, и он решил уйти из дома. Перебрав много профессий, он всюду испытал неудачу. Хотел стать воятелем, подобно Микеланджело. Линии его статуи были изящны, но лица были невыразительны. Он бросил это ремесло, зарабатывал свой хлеб резьбой по дереву, изготовляя деревянные украшения для богатой мебели, пристрастился к рисованию. С величайшим старанием изучал он орнаментику дверей, стену живописи соборов и рисунки великих мастеров. Потом его привлекла музыка, и он задумал стать музыкантом. Упорно учился скрипичной игре, но пальцем не хватало беглости и легкости, а звук скрипки был глух и резок. О нем говорили «Ухо музыканта, руки резчика». И он бросил ремесло музыканта. Но забросив, не забыл его, он был упрям, часами смотрел на свою скрипку. Скрипка была дурной работы. Он разобрал ее, изучил и выбросил. А купить хорошее у него не хватало средств. Тогда же, будучи 18-летним юношей, он поступил учеником к знаменитому скрипичному мастеру Николу Аматей. Николу Аматей – один из главных представителей школы скрипичных мастеров в Кремонии. Он был бесплатным учеником, исполнял только черновую работу и починки и бегал по различным поручениям мастера. Так продолжалось бы долго, если бы не случай. Мастер Никола зашел в мастерскую во внеурочное время в день дежурства Антонио и застал его за работой. Антонио вырезал эфы на брошенном ненужном обрезке дерева. Мастер ничего не сказал, но больше уже не приходилось Антонио разносить готовые скрипки заказчикам. Он проводил теперь весь день, изучая работу Аматей. Здесь научился Антонио понимать, как важен выбор дерева, как добиться того, чтобы оно звучало и пело. Он увидел, какое значение имеет сотая доля в распределении толщин дек, понял назначение пружины внутри скрипки. Теперь ему открылось, как необходимо соответствие отдельных частей между собой. Этому правилу следовал он затем всю свою жизнь. И, наконец, оценил важность того, что некоторые ремесленники-мастера считали только украшением важность лака, которым покрывается инструмент. К его первой скрипке Амате отнесся снисходительной, это придало ему силы. С необыкновенным упрямством добивался он певучести. А когда добился, что его скрипка зазвучала так, как у мастера Никола, ему захотелось, чтобы она звучала по-другому. Его преследовали звуки женских и детских голосов. Вот такими певучими, гибкими голосами должны звучать его скрипки. Это долго ему не удавалось. Страдивари под Амате говорили о нем. В 1680 году он оставил мастерскую Амате и начал работать самостоятельно. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Продолжение нашего рассказа о выдающемся итальянском скрипичном мастере Антонио Страдивари слушайте на следующей неделе. Передача была подготовлена саунд-дизайнером Анна Сисекиной, вела ее Салтанат Ермекова. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok